Добрый день, друзья! Приветствую вас на жеребьевке чемпионата мира АФЛ 2021 года, мужского турнира. Совсем недавно, еще буквально в прошлом августе, мы проводили турнир, который состоялся в пандемийный год. Сложный, но интересный турнир, которым выиграл футбольный клуб «Медик» из Сочи. Соответственно, уже в этом году у нас немножко поменялся формат, у нас будет сразу два турнира «Про» и «Фест». «Про» — это там, где будут, ребята, бороться за приз в 300 тысяч рублей, 16 сильнейших коллективов АФЛ с разной историей, с разной, соответственно, подводкой к этому турниру. Ну и «Фест» — те ребята, которые приехали поиграть за большую любовь к футболу. Соответственно, первая жеребьевка у нас начнется именно с формата «Про», и, соответственно, да я представляю вам корзины. Первая корзина — команды, которые лучше всех выступили на прошлогоднем чемпионате мира 2020 года. Соответственно, они у нас оранжевыми шарами выделены, я думаю, что, может быть, вы и не заметите, оранжевые они или желтые, но я это точно замечу. Вторая корзина — команды, принимавшие участие в турнире чемпионата мира 2020 года. То есть это тоже участники, но выступившие чуть хуже. Третья корзина — команды, которые участвуют в АФЛ в своих городах, но принимают участие в чемпионате мира АФЛ в первый раз. Да, такое бывает, дебютанты всегда очень интересны. Ну и четвертая корзина — это команды приглашенные, команды, которые только первый раз познакомятся с АФЛ, и, я уверен, оставят самое приятное впечатление. Ну что ж, я не вижу здесь никаких препятствий для того, чтобы не начать жеребьевку, и мы сразу начинаем с оранжевых шаров. У меня вот здесь такой большой шар, похож он на Юпитер. И первый же шарик я достаю. Не зря отжимался. И это Galaxy, Москва. Помимо Galaxy в первой корзине у нас SMU-1 в Сочи, Медик в Сочи и Фактум, Москва. Кстати, надо сказать, что Фактум и Галакси — это принципиальные соперники, так же, как и Медик и СМУ. Медик в Сочи, группа B. Чуть дрожат у меня руки аж от волнения, но ничего страшного. Фактум Москва отправляется в группу С. Разложу перед собой поудобнее. Ну и последнее для чистоты эксперимента. SMU-1 в Сочи. Таким образом, группу А у нас отправилась Galaxy, группу B — Медик, группу C — Фактум и группу D — SMU-1. У нас получается, что все принципиальные соперники через одного. Ну что ж, вторая корзина — красные шары. Напомню. Мехта — Самара, Дружба — Армавир, Ротор, НМФЛ — Москва, Урарту — Ростов. И поехали сразу. Ну, также для чистоты эксперимента я перемешаю. Внесем небольшую интригу в жеребьевку. Так, и в группу Galaxy у нас отправляется Мехта Самара. Помню, кстати, эту команду. По-моему, даже комментировал ее. Так, ну у нас тут одна распалась автоматически, мы ее и достанем. Дружба Армавир отправляется в группу к Медику. Сам выбрал, можно сказать, жеребьевку. В группу C к Фактуму отправляется Ротор, НМФЛ. Кстати, кроме всего прочего, хочу сказать, что не надо путать этот Ротор с Ротором, который выступает в Москве. Это разные команды, и в том году они также выступали на одном турнире. Но в этом году Ротор МФЛ борется за ПРО, а Ротор, который выступает в Москве под руководством Юрия Карпова, выступает в группе ФЕСТ. Ну и последнее у нас. Ура, Арту! Приятные гости из Ростова. Наши большие друзья, очень давно выступают они в системе АФЛ. Половина жеребьевки у нас уже прошла. Еще раз перемешаем корзины. Такие билайновские у нас расцветки остались, желтые и черные шары. Но на очереди у нас третья корзина. Космос, Джи-Джи-Бет, Краснодар. Регион 96, Екатеринбург. Миан и НПК, Ростов. Заряд, Москва. Самое любопытное лично для меня команда – это Заряд. Наступают они у нас в группе Суперлиги и там радуют результатами. Но в группу А отправляется Миан, НМПК из Ростова. В группу Гэлакси к Мехте. Третья команда как раз из Ростова. Так. В группу к Медику, чемпиону прошлого года и дружбу из Армавира. У нас отправляется Заряд, а это уже заявочка на группу Смерти, я вам хочу сказать. К Фактуму и Роту, Ройн МФЛ, у нас отправляется Космос, Джи-Джи-Бет. Я с этой командой, честно говоря, не знаком, но она представляет Краснодар. А ФЛ, Краснодар в этом году к нам присоединился. Ну и последний желтый шар. К СМУ-1. И Урарту у нас должен поехать Екатеринбург, регион 96. Ваня Карамыслов возглавляет эту команду с большой медиа-активностью. Ну и что ж, у нас остались последние, последняя корзина. Сейчас мы еще раз перетрясем шары. Надеюсь, что они не откроются от того, как я их трясу. А то прецеденты уже были. Закрываем группу Galaxy, Mehta, Mian. Отправляется группу, ну я сейчас для чистоты эксперимента назову, четвертую корзину. Это Пальма, Сочи, Золотой Ломбард Кострома, Экспресс, Ростов и ФК Победа, Донецк. Донецк едет в группу к Ростову, Самаре и Москве. Таким образом, первая группа у нас сформирована. Так, вторая группа. Вижу я здесь Ростов, вижу я здесь Экспресс. Экспресс Ростов отправляется группу к Медику, к Дружбе и Заряду. Вот уж поистине сильная группа. Очень интересно будет понаблюдать за перипетиями в этой группе. Золотой Ломбард Кострома, группу Фактуму, Ротору и Космосу, GGBet отправляется. Ну и последняя команда, последняя по жеребьевке, ни в коем случае не по значению. Пальма, Сочи. Едет в группу к СМУ-1, Урарту, Регион-96 и Пальме. Что ж, еще раз называю группы. Группа А, Галакси, Мехта, Миан, Победа. Группа Б, Медик, Дружба, Заряд, Экспресс. Группа С, Фактум, Роторан Мфэйл, Космос, GGBet, Золотой Ломбард из Костромы. СМУ-1, Урарту, Регион-96, Пальма. Это группа Д. Таким образом, напоминаю, что из группы у нас выходят две команды. Третья и четвертая команды завершают свое выступление в турнире, к сожалению. И, соответственно, первые группы уже дальше по олимпийской системе соревнуются. Друзья, прошла жребевка группы ПРО. Таким образом, мы перемещаемся к группе ФЕСТ. Тут есть единственное отличие в системе турнира. Есть золотой пилей-офф, есть серебряный пилей-офф. Потому что это все соревнования за большую любовь к футболу. Быстренько представлю корзины. Корзина номер один. И все корзины распределены по территориальному признаку. Это важно отметить. Добряки, Санкт-Петербург, Белград, Санкт-Петербург, ФК Нью-Хилл-Сити, Пятигорск. Атлетик, Ростов, красные шары. Вторая корзина. Шары черные. Ротор, Москва, Зенит, Москва. Удивительно. Альянс, Мира, Москва, Леон, Москва. Это корзина номер два. Вторая, третья корзина. Это относящиеся три команды из Москвы и команда из города Сочи. Оранжевые шары. Galaxy 2, Москва. Инфеста, Москва. Харьков, Москва. И казино, Сочи. И третья корзина. Три команды из Ульяновска. Вот это дедесант у нас. И команда из города Пермь. Погода в доме Ульяновск. Симбирск, Ульяновск. Кучино, Ильяновск. И ТДМ, Электрик, Пермь. Ну что ж, приступим. Сразу у нас тут красные шары. Я открываю этот шар, похожий на Юпитер. И сразу же достаю первую команду. Добряки Санкт-Петербург. Как команде с таким названием не сопереживать. Вот еще в эту камеру покажу обязательно. Так. Откладываем. У нас порядок был. ФК Нью Хиллс Сити. Пятигорск. Возглавляют у нас группу Б. Еще у нас тут остались две команды. Атлетик. Ростов. Знакомы мы с этой командой. В прошлом году они, насколько я помню, они очень серьезно поборолись. На чемпионате мира АФЛ. Ну а Белград, Санкт-Петербург отправляется в группу Д. Ну что ж, первая корзина у нас прошла. Быстренько передпишем. И поедем дальше. Так. Черные шары. Корзина номер два. Ротор, Зенит, Альянс и Леон у нас в этой корзине. Надо поотжиматься, будет дома. Совсем ослаб. Ротор Москва, Груз, едет в группу А. К Пятигорску отправляется у нас Зенит Москва. Очень веселая команда. Я с ними на одной жеребьевке уже время проводил. И в футбол играют хорошо, и шутят прекрасно. Прекрасные люди. Леон, Москва. Едет в группу А. К Атлетику. Тоже, кстати, очень мастеровитая команда. Могли бы, кстати, и в про поиграть. По моему ощущению, внутреннему. Альянс Мира. Алексей Меньшинин. Москва. Отправляется к Белграду. Тот, что из Санкт-Петербурга. Так. Осталось у нас две корзины. И на очереди у нас оранжевые шары. Ну и первый оранжевый шар мы достаем. Галакси 2 Инфеста Харьков Казино у нас в этой корзине. Ну а отправляется Казино в группе к Добрякам и Ротору. Далее. ФК Нью-Хилл-Сити и Зенит Москва ждут в гости Харьков Москва. Анатолий Мартыновченко. Уже настраивает, уже смотрит эту жеребьевку и уже предполагает, по какому тактическому плану будет играть с тем или иным соперником. В то время как Галакси 2 отправляется в группу С к Леону и Атлетику из Ростова. Галакси внушительный десант, конечно, отправляет. В Сочи. Ну как в Сочи. Это все-таки Олимпийский парк. Почти на границе с Абхазией будем находиться. Вместе с Инфестой из Москвы. От которой отправляется к Белграду и Альянсу Мира. Кстати, Инфеста-то тоже, кстати, участвовала в жеребьевке в прошлом году в Еврокубках. Я вот что вспомнил. Последний этап. Он сложный, но и интересный самый. Так. Открываем группу. И вот тут у меня аккуратненько лежит. Ну что ж, третья корзина. Три команды из Ульяновска. Погода в доме в Симбирск-Кучино и ТДМ-Электрик из Перми. Вместе с ними. А в группу к Добрякам, Ротору и Казино отправляется ТДМ-Электрик. Нью-Хилл-Сити. Зенит-Москва. Харьков-Москва. Примут у себя Симбирск-Ульяновск. Если с городами называешь название, всегда очень необычно. Особенно Белград-Москва, Симбирск-Ульяновск. Здесь он еще был СК Симбирск. Как спортивный клуб. Так, группа С. Важнее всего. Погода в доме. Это еще Лариса Долина пела. А она отправляется в группу С. Команда вместе к Атлетику, Леону, Galaxy 2. Ну и для частоты эксперимента последний шар. Но тут секрета нету. Тут мы 100% должны увидеть Кучину из Ильяновска. И так и происходит. В группу Д отправляется. Что же у нас 4 группы. И еще раз напоминаю, первые 2 команды уходят в золотой плей-офф. В третью, четвертую отправляются в серебряный плей-офф. Соответственно, группа А. Добряки, Ротор, Казино, TDM Electric. Группа Б. ФК Нью-Хилл-Сити, Зенит, Харьков и Симбирск. Группа С. Атлетик, Леон, Galaxy 2 и погода в доме из Ульяновска. Группа Д. Белград, Санкт-Петербург. Альянс Мира, Инфеста Москва, Кучин-Ульяновск. Ну и, впрочем, на этой жеребьевке заканчивается. Меня зовут Никита Гиль. Всего хорошего. До свидания.